Заниматься одним делом или пробовать разное? Вот уж точно один из ключевых вопросов жизни, и аргументы могут быть очень веские и в одну, и в другую сторону. У меня, конечно, есть своя точка зрения, и я расскажу вам конкретный жизненный пример. В период с 33 до 36 лет я находился как раз на отрезке, где, на мой взгляд, я мог бы закостенеть в одном направлении, а вместо этого пробовал три разных направления параллельно, и это привело к определенным результатам в дальнейшем. Итак, не все знают, что в свое время я достаточно долго управлял сетью спортивных клубов. Это сеть клубов Рибок и Максиспорт. С 33 до 36 лет как раз я был на этой позиции, это было верхнее достижение, после которого я закончил работу в менеджменте. И в сети было 10 клубов. На стадии, когда я закончил, и все 10 клубов были куплены сетью клубов World Class на деньги Альфа Групп. Тогда, в те времена, это 2007 год, это была самая крупная сделка в фитнес-индустрии российской, и World Class тогда готовил свою сеть под продажу европейским операторам. И задача была расширить сеть. Именно с этой целью Альфа Групп вкладывали средства и смотрели, какие есть достойные сети, которые уже являются готовым продуктом. Так вот, сеть, которую я выстроил. Будучи просто управленцем, я не был владельцем, я был управленцем на зарплате, но с полной свободой действий в плане стратегического развития клубов, управления, операционного управления текущего, внедрения своих идей, то есть полная свобода в сфере, которую я просто... Ну, вы знаете, как я отношусь к фитнесу. Я люблю эту сферу всем сердцем. Это мое хобби. Образование у меня экономическое, не спортивное, а спорт был моим хобби всегда. Соответственно, этот настоящий внутренний огонь и страсть к этой сфере я воплотил во всем своем пути в фитнес-индустрии. Так вот, 10 клубов на финальной стадии были приобретены World Class, именно потому, что это была наиболее готовая сеть к поглощению. Из-за того, что были прописаны все бизнес-процессы, все работало как часы. Моя зарплата достигала 36-37 тысяч долларов в месяц. Зарплата наемного сотрудника. Она строилась из базовой суммы, я сейчас не помню точно какой, и из совокупности бонусов по два бонуса за каждый фитнес-клуб. При условии выполнения планов. Представьте, в 34 года, занимаясь любимым делом, испытывая страсть к этому делу, руководя сетью клубов с десятками тысяч клиентов и сотнями сотрудников, причем в разных городах, в Питере, в Нижнем Новгороде и в Москве. То есть наша сеть распространялась на три города. И получая такую более чем достойную зарплату в 34 года, можно было сказать, что всю жизнь удалась, как принято говорить, все отлично, я на прочных жизненных рельсах, дальше можно только расти, открывать свою сеть, либо растить эту сеть, либо переходить в какую-то еще большую. Суть в том, что могли быть в карьерные варианты. И зачем искать что-то еще параллельное? Но у меня всегда были мечты, фантазии, какие-то интересы дополнительные. Например, я рассказывал вам в одном из выпусков, что мне очень хотелось создать телевизионную программу на тему спорта. И я года полтора-два бился безуспешно над созданием своей программы. Снимал пилотные выпуски, куда-то носил. Я об этом рассказывал в отдельном... Давайте я, наверное, оставлю ссылку, если вы не смотрели. Довольно интересная история про то, как я пытался создать свою телевизионную программу. В итоге это вылилось в то, что мне предложили вести программу, точнее, короткий фрагмент утреннего эфира на создавшемся тогда телеканале «Домашний» 2004 год, где я и... где я начал работать каждое утро в 8.05 по будням и в 9, там, в 9 с копейками по выходным. Ежедневно, ежедневно, без преувеличения. 365 дней в году в 2005-м я вышел в эфир, кроме одного дня, 1 января. То есть все остальные у меня не было ни единого выходного. Настолько я хотел, настолько я долго боролся, чтобы создать телевизионную программу, а в итоге получилось даже намного лучше, потому что я выходил в прямой эфир, то есть не в записи, это намного интереснее. Настоящий прямой эфир, сейчас уже, по-моему, таких вещей нет. Тогда это было. Отвечал на вопросы телезрителей, отвечал на вопросы ведущих. Всего лишь 7 минут. 7 минут каждое утро. Но с какой страстью я за это взялся. Перед работой, как вы понимаете. То есть после этого короткого утреннего эфира я ехал на завтрак в центре и дальше отправлялся к 10 утра уже в офисное здание, где я работал, управляя сетью клубов. Утром, ребят, в 8 утра я чувствовал себя как полнейший школьник. Как, знаете, как практикант, скорее. В студенческие годы, кто проходил практику летом. Вот приблизительно так я себя ощущал на телевидении. То есть все для меня было в новинку. Все было интересно. Все вокруг такие мастера. В аппаратную я заходил, смотрел, как работает режиссер, как даются команды операторам на площадке. Там студийная съемка, то есть я работал в студии, ну, понятно, прямой эфир, это студийная, студийный утренний эфир. Совмещение даже этих двух ролей, то есть когда ты большой начальник в течение большей части дня, а утром ты ученик, школьник, практикант, который только осваивает что-то новое, это настолько два разных эмоциональных состояния. Программа была о спорте, я, естественно, я рассказывал о спорте, о тренировках, и очень многом научился за то время. Я помню, в какой-то момент я стал складывать, у меня же все это спортивный характер, я стал складывать то количество времени, которое я провел в прямом эфире. Представляете, 7 минут каждый день, это за неделю уже 49 минут и так далее. В какой-то момент, я помню, я говорил знакомым, я уже больше суток в прямом эфире. Я прерву этот рассказ буквально на 30 секунд для того, чтобы пригласить вас в свой онлайн-проект «Супер тело». В случае, если вы планируете улучшение физической формы этой весной. Позвольте мне показать вам, как это делается максимально грамотно. За 2 недели вы узнаете, как питаться сбалансированно и при этом вкусно, и тренироваться по абсолютно выверенной программе тренировок, не тратя сил впустую. Переходите по ссылке внизу, программа стартует уже через несколько дней. Я жду вас. Каждый раз ты стоишь 30 секунд до выхода в эфир, сердце бьется, адреналин. Это такой кайф, это такое приключение добавилось в мою жизнь по утрам в столь удобном для меня временном формате и в формате прямого эфира. В общем, это был подарок судьбы, безусловно. Вознаграждение за мои 2 года попыток создать собственную программу. Так вот, из этого выросло будущее. Дальнейшее. 10 лет в общей сложности я вел разные телевизионные проекты, связанные со спортом. И «Россия-2», и «СТС», «Взвешенные люди», 3 сезона. И мы получили ТЭФИ за это шоу, как лучшее реалити-шоу, где худели полные люди. Вы помните, это американский формат, который был куплен телеканалом «СТС» и воплощен под названием «Взвешенные люди». И шоу-феномен на телеканале «Россия» было. Это где люди показывали всякие фокусы. Такое своеобразное было шоу. Иными словами, интересный путь. Его, конечно, не сравнить с сегодняшним днем, потому что на телевидении ты всегда в рамках формата, в рамках редакторов, которые над тобой нависают и стараются, чтобы ты придерживался какой-то определенной конструкции. Естественно, сегодняшний день и YouTube это несравнимо лучше, потому что я делаю то, что мне нравится в полной мере. Хочу я сесть здесь и рассказывать это так. Я это делаю. И ты всегда ищешь, всегда экспериментируешь. В общем, про YouTube вы все сами понимаете. Это уже, это сегодняшний день, это другая эпоха. Теперь, возвращаясь к тому периоду, вы уже нарисовали себе картину. Днем работа офисная, утром ведение телевизионных программ. Вечером. Что происходило вечером? Конечно, хотелось погулять и расслабиться, но в 33 года, когда я переходил из, как раз переходил на эту работу, у меня был небольшой перерыв, где-то месяц. Я отправился в Турцию с девушкой, с которой тогда у нас как-то подходили к завершению отношения, но мы хотели еще раз слетать вместе в отпуск и как-то разобраться в том, что происходит. Я совершенно не любитель пассивного отдыха, но согласился ради того, чтобы разобраться в жизненной ситуации и почитать. Взял с собой несколько книг. И вот, ребят, я сижу, читаю книгу, чью-то биографию, как раз связанную с кинематографом. Внутри меня вдруг заклокотала эта любовь к кино с детства, потому что кинематограф сыграл огромную роль в моей жизни, в моих грезах, в формировании каких-то образов. Вы знаете, что я очень люблю книги, и книги, конечно, нельзя сравнить с кинематографом, потому что книги заставляют твое воображение работать и дорисовывать картины. Масштаб в тебе намного больший. Кино очень конкретное, буквальное, более сжатое, но кино дает тебе четкие визуальные образы. Я начал тренироваться после просмотра фильма «Рокки 3» в 15 лет. Это не суперфильм, но на меня произвел такое впечатление в 15 лет сам образ, потому что я себя спроецировал и сказал, я хочу быть таким, я хочу выглядеть так, я хочу преодолевать... Эти все фильмы про преодоление каких-то невзгод, преград. Я нарисовал для себя некую проекцию в будущее. Кино сыграло гигантскую роль в моей жизни. И тут в 33 года, значит, во время этого отпуска, я читаю биографию и понимаю, что либо я что-то попробую сделать в направлении кино сейчас, либо никогда, потому что 33 года. Сейчас мне это кажется смешным. Сейчас в почти 50, я думаю, что такое 33. Тогда мне казалось все, либо сейчас, либо никогда, потому что уже все типа идет к концу. И я себе записал, что я должен сделать движение в этом направлении. Какое движение? Пойти учиться в актерскую школу. Когда я прилетел, занялся освоением этой растущей сети, то есть первые полгода мне было, конечно, не до этого, но уже зимой, уже зимой, то есть через полгода я отправился, нашел где-то по объявлениям, нашел актерскую школу, актерская мастерская Владимира Конкина, она называлась Владимир Конкин, это очень заслуженный актер СССР и России. Если помните, он играл Шарапова в «Место встречи изменить нельзя». Он, естественно, не преподавал, он принимал экзамены. Программа обучения, как было написано в объявлениях, по программе в ГИКа, обучение 2,5 года. В общем, все звучало как фундаментальная штука. Какой-то ДК в концерту Дмитровского шоссе. Какие-то бегают просто дети в колготках, пробегают по коридорам, какие-то рисунки висят на стенах. Я вхожу в этот актовый зал, небольшая, небольшая сцена, там сидит человек 40, а я, представляете, я управляю крупной сетью спортивных клубов, по утрам веду телевизионные программы в прямом эфире. Я-то очень крутой, а тут сидят какие-то обычные люди. Я тогда еще не успел избавиться от этого ощущения собственной крутизны. Значит, и я помню, минут 30 я просто, вот я стоял возле двери, и во мне были такие порывы сбежать оттуда. Записанный мной пункт про то, что нужно сделать движение в этом направлении, заставили меня остаться. Из этих 40 человек, наверное, половина учиться не стали, а человек 20 остались. И дальше начался интереснейший процесс погружения в понимание того... Вообще, я так скажу, я проходил много тренингов в жизни с 20 до 30 лет, и ни один тренинг, лидерские тренинги, всякие разные программы, очень я увлекался каким-то дополнительным образованием, но, ребят, ни один тренинг личностного роста не сравнится с актерским мастерством. Почему? Объясню. Потому что мы живем, мы настолько костенеем в своей роли или в своих предлагаемых обстоятельствах, а актерское мастерство учит тебя примерять к себе чужие жизненные ситуации, другие предлагаемые обстоятельства, такие ситуации, в которых ты никогда, возможно, не оказался, и примерять не сидя в зале, в кинотеатре, и сопереживая герою, а попробовать прожить стрессовый момент, прожить какую-то болезненную, болезненные ситуации и совершенно нестандартные предлагаемые обстоятельства. Вот что здесь интересно? Кстати, помните, я вам говорил, что я же мог зациклиться вот в этом образе такого большого начальника, управленца фитнес-клубами, что и делают многие люди. Оглянитесь вокруг, как люди фиксируются в своих жизненных ролях. Благодаря тому, что у меня утром появилась эта телевизионная, абсолютно ученическая история, это не позволило мне зациклиться или закостенеть в роли вот такого, значит, заслуженного руководителя, такого, которого уважают сотрудники, сотрудники верят в тебя. Ты действительно, тебе не нужно завоевывать авторитет, у тебя уже есть авторитет. Представляете, как это может зафиксировать человека вот в этих предлагаемых обстоятельствах. То есть даже в жизни ты можешь пробовать немножко разные роли. И вот вечерами у меня начались эти очень необычные занятия. Ты вообще на них не разговариваешь. Первый год актерского обучения ты вообще не говоришь, потому что речь – это последняя вещь, наименее информативная в действительности. Хоть я сейчас и пытаюсь с помощью речи до вас донести свои мысли, но на самом деле тело и твое состояние говорит всегда намного лучше. О том, находишься ты в стрессе, в состоянии спешки, в пристройках или отстройках. Обучение актерскому мастерству показывает тебе, ты можешь смотреть, ты можешь видеть людей. Видеть людей не как просто схематические, схематичные образы, как мы привыкли, ну, как бы мы все уже знаем, а ты учишься действительно наблюдать за тем, а в каком состоянии человек, а что он сейчас проживает внутренне. Потому что каждый этюд обучения состоит в, естественно, в том, что ты выходишь и исполняешь этюд. И ты наблюдаешь за другими. Они наблюдают за тобой, дают тебе обратную связь. Любое чувство собственной значимости и какую-то гордыню можно просто оставить за порогом, потому что все это будет разрушено в пыль во время обучения. Либо ты не сможешь учиться. То есть ты должен фактически превратиться в ребенка. в смысле того, что ты не умеешь ничего и ты пробуешь. Ты пробуешь выразить себя. Ты ищешь набор выразительных средств. Забегая далеко вперед, во-первых, после этого обучения я поучился еще и в Лос-Анджелесе, в актерской школе Larry Mo Studio. Это уже после того, как я закончил с управлением спортклубами и начался новый этап в моей жизни, когда я просто слонялся, болтался, писал книгу. В общем, был совершенно свободен. Но я учился почти два года в актерской школе здесь, в Лос-Анджелесе. И тоже можно спросить, зачем ты продолжал? Ты собирался стать актером? Я хотел подставить себя под вот эти возможности судьбы. Это еще один аспект, который я хотел бы до вас донести в рамках этого видео. Когда ты пробуешь новое направление, перед тобой, во-первых, могут открыться новые двери, какие-то коридоры, которых ты не видел, какие-то двери, которые могут оказаться запертыми, а какие-то могут и открыться. Но помимо этого происходит еще одна достаточно мистическая вещь. Ты... Это как покупка лотерейного билета. То есть ты открываешься обстоятельствам, открываешься возможностям. Ко мне предложение сыграть сразу главную роль пришло через 10 лет. Вы знаете, что совсем недавно, ну, как недавно, уже полтора года назад начался процесс производства художественного фильма «Бодибилдер». Он уже готов. Мы и многие из вас об этом фильме слышали. Знаете, что он должен выйти. Скорее всего, в апреле он уже выйдет. Режиссер недавно мне сказал, что на 99% фильм готов. Я сам очень жду, когда это... Это полнометражный художественный фильм, спортивная драма. И этого бы не произошло, пусть даже через 10 лет, если бы я когда-то не заложил фундамент. Скажу вам больше. Лет 10 назад, когда я уже отучился и в российской школе, и в голливудской, мне предложили сняться в короткометражном фильме с Владимиром Епифанцевым. И, кстати, удивительно. Епифанцев играет и в фильме «Бодибилдер», играет моего тренера, и в том фильме, по мотивам игры «Сталкер», компьютерной игры, он тоже играет оппонента. Это любительский фильм. Тогда, глядя на свою работу, я понимал, что это вообще не уровень. То есть, если ты отучился, это не значит, что ты стал актером. Это уж точно. Актер – это тот, кто работает. Но, как ни странно, по прошествии этих 10 лет, как я настроился, как я подготовился к съемкам фильма «Бодибилдер», потому что там большинство, ну, просто название спортивное, а так-то фильм – это чистая драма. То есть, там множество человеческих сцен, множество обстоятельств, которые нужно было прожить или вспомнить, какие-то аналоги в своей жизни. Очень многие какие-то ситуации, которые были со мной и с моим отцом, мне помогли, потому что у моего героя в фильме проблемы с алкоголем. У меня же в жизни никогда этого не было, но у моего отца были. И в паре сцен мне… И сейчас речь не о том, чтобы играть пьяного. Нет, нет. Это некое душевное состояние, глубокой душевной боли. Я вспоминал своего папу для того, чтобы прожить эти сцены. Наша актерская школа, российская, советская, театральная школа, по системе Станиславского, Чехова – это система проживания. То есть ты должен прожить предлагаемые обстоятельства, не изображать их. В голливудской школе немножко другой подход. Это не значит, что здесь не используются методы Чехова и Станиславского. Конечно же, используются так называемые method acting. Но здесь, конечно, очень много технических моментов. То есть здесь, конечно, такое техническое обучение. У нас обучение, я считаю, через все-таки чувство больше идет. Ну и через этюды, конечно. Через огромное количество этюдов и умение взаимодействовать с партнером на площадке. То есть это чисто театральное искусство. В Голливуде больше общения с камерой. Так вот, если бы не был заложен тот фундамент, то не получилось бы и не возникло бы и не реализовалась бы вот эта возможность полтора года назад, когда мы снимали фильм «Бодибилдер». Иными словами, ребят, в те три года, с 33 до 36 лет, я параллельно занимался тремя направлениями, хотя мог бы совершенно спокойно, как, наверное, подступили бы большинство людей, остаться в одном направлении и то, что называется, бил бы в одну точку. И, возможно, возможно, я на сегодняшний день, кто знает, к чему мог бы привести тот путь управления сетями спортклубов. Может быть, в мире есть сети и по тысяче клубов. Представляете, какой можно достичь рост. Но я никогда не променяю путь по одним рельсам с возможностью пробовать разное. Потому что я убежден, что каждый из нас рождается с широким спектром способностей. Я не буду говорить громкое слово «таланты». Хотя, конечно, просится слово «талантов», что у каждого из нас есть много талантов. Но давайте возьмем просто способностей, предрасположенностей. И я считаю, это наша ответственность перед собственной судьбой попытаться реализовать эти способности, попробовать свои силы, дать обстоятельствам возможность показать нам, благоволят они или нет. И, ребят, я сейчас не про эзотерику и не про мистику. Вы прекрасно знаете, мы все живем с вами по логике, мы стараемся управлять своей жизнью логически, но она складывается иначе. Потому что не только, а точнее, не логикой управляется жизнь. Хотя многие действия системны. И мы не были бы людьми, наверное, если бы не пытались жить системно. Но мы все время видим мощь обстоятельств и силу обстоятельств, то, как складываются события. Так вот, чтобы увидеть, как они будут складываться, нужно дать им шанс, нужно попробовать. Мне кажется, что это единственный способ жизни, при котором ты, по крайней мере, для меня, при котором в конце пути ты сможешь себе с высоко поднятой головой сказать, я попробовал. Как было с этой книгой в 33 года, которую я читал, и вдруг, то есть, меня просто охватила паника тогда. Я понял, что если я ничего не сделаю, то я себе просто этого не прощу. Что я не выдержу этот диалог финальный, когда тебе там 80 лет, 90 лет, и ты не попробовал? Нет. Нет, нет. До такого доводить нельзя. Опять же, это мой взгляд. Я знаю людей, которые занимаются одним делом всю жизнь, и делают это великолепно, и они спокойны внутренне. Это какой-то другой тип психологического устройства. Удивительные люди. Ни в коем случае я не буду ставить их ниже. Скорее, даже от того, что мне этот путь непонятен, он вызывает у меня такое восхищение. Как люди могут сохранять внутреннее спокойствие и заниматься одним любимым делом? Любимым делом. Они хороши в этом деле. И им не нужно смотреть по сторонам. Они счастливы в этом. Удивительно и непонятно для меня. Но я преклоняюсь перед таким путем тоже. Но это не для меня. Скажу пару слов о будущих планах. А то скажете сейчас так, Денис, это хорошо. С 33 до 36. А сейчас-то что? У меня уже давно вызревает потребность поучиться чему-то новому. И, конечно, сопротивление внутреннее велико. Потому что вроде сейчас столько возможностей. Во-первых, жизнь моя полностью соответствует моим мечтам, как я хотел, чтобы все было. Но единственное, мне, конечно, сейчас вот я получил аппетит к кино. И мне хочется, чтобы больше присутствовало кино в моей жизни. Может быть, будут новые проекты. Но я не загадываю, совершенно не рассчитываю. Потому что я уже получил очень многое, прожив даже вот этот один съемочный период. Вот эти полгода съемок. Но, конечно, хочу, чтобы этого было больше. Так вот, насчет обучения новому. Меня безумно заинтересовала сфера нейрофизиологии, нейробиологии. Я думаю, опять, во мне есть борьба, но я знаю, что нужно. Думаю, пойти поучиться в МГУ на биофак. То есть, еще одно высшее образование получить. Даже произнося это сейчас, мне немного неловко, потому что я осознаю, сколько времени нужно вложить и пока не уверен, что я посвящу это время. Хотя, другая часть меня знает, что отдача, вот то, чем придется пожертвовать. Это будет вознаграждено с лихвой. Ребят, для каждого из нас всегда попытка освоить новое направление, к которому у тебя лежит душа, то есть, которая по какой-то причине твое сердце тебя туда влечет. Эта причина не случайна. Спорить с этим не нужно. Накрывать это крышкой не нужно. Прятать в дальний ящик нельзя. Нужно дать этому ход. Естественно, что-то придется отдать, как в случае, например, с нейробиологией мне придется. Я не питаю иллюзий, что это сложнейшее, это не просто какая-то, знаете, по утрам ездить, вести телевизионную программу, при всем уважении к тому ремеслу, но это наука, это наука, это мир, отдельный мир, в который ты должен вкладывать время, силы и действительно делать это с душой. Но мысль такая и есть. Расскажу вам в будущем, посмотрим, что из этого выйдет, но уже как, слово сказано, надо, надо, по крайней мере, попытаться. В общем, друзья, не сомневайтесь, пробуйте, если вы вдруг зашли в какой-то тупик в жизни, точно пробуйте новое, если вы пока в начале, 100% пробуйте разное. Спасибо вам большое за внимание. Чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал Дениса Семенихина, чтобы быть в курсе других активностей, подписывайтесь также на его Инстаграм. Денис Семенихина. Семенихина. Субтитры подогнал «Симон»